ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. У себя? Да, у себя. Ждет вас. Угу. Значит, ты утверждаешь, что отношений с Тони у тебя никогда не было и нет сейчас? Я вообще не понимаю твоих вопросов, Вера. А так? Еще есть запись вашего разговора из клиники, где вы опасаетесь, что ваш план сорвется. Ну и как давно? Что давно? План придумал, братец. Какая была цель? Квартира очередная. Тебе же всего мало. Деньжат побольше с меня состричь, развести меня с женой. Какая цель? Для чего ты мне Тоню подложил? Ты, братец, сам свой мир разрушил. И нечего на меня все это перекладывать. Ну, ты, мразь. Слушай, я ведь все для тебя делал. Папину квартиру тебе отдал. Должность тебе хорошую дал. Акциями собирался поделиться. Владик, я ответственность за тебя чувствовал, понимаешь? А ты так меня за все отблагодарил? Да пошел ты со своим благородством. Юр, ты никогда не думал, что вот это вот все могло быть мое? Если бы наш папашка меня больше любил. Да, я все это придумал. Я решил развести тебя с женой. Потому что ты не заслуживаешь такой женщины, как Регина. Знаешь, почему мой план удался? Потому что ты сам к Тоньке в койку прыгнул. А ты, сволочь, как же я раньше этого не замечал. А ты не сволочь? Так с Региной-то поступать. Правильно тебя отец признавать не хотел. Да я, дурак, пожалел. Да это я вас не хотел признавать. А жалость свою можешь засунуть сам знаешь куда. Вы врача вызывали? Ну, конечно, сердце это не шутки. Я тебя услышала, но в голове, конечно, это не укладывается. Что-то случилось? Что-то с Леней? Это Наташа. Представляешь, говорит, Юра с Владом поссорились за Тони. Юре даже плохо сердцем стало. Будто Влад с Тони все это придумали. И что у них роман уже давно. Как это? Регина, ты извини, что я сперва к Юре с этим пошла. Но Тони действительно отношения с Владом. И ребенка она ждет, скорее всего, от него. А Юру они использовали. Видимо, ради денег. Ты Юру простишь теперь? Привет. Я бы хотел увидеть девочек. Можно в дом зайти? Давай ты, Юра, зайдешь в дом, когда мы все будем к этому готовы. Ладно? А ты уже знаешь о потенциальном донорстве Ильи Брагина? Да. Я говорил с врачом по телефону. Правда, половины не понял. У меня сейчас совсем другим голова занята. Юра, я уже знаю. А Тоня тебе уже говорила, что ребенок не от тебя? Когда ребенок родится, будет сделан анализ на отцовство. Хотя мне теперь и без анализа все понятно. А что будет с Тоней? А что с такими делают? Юра, она и так жизнью обижена. Влад ее подставил. Слушай, я не хочу о ней больше говорить. Они с Владом друг друга стоят, одинаковые. Ты остави ей квартиру, которую подарил. И хотя бы будет, где с ребенком жить. Послушай, я тебя не понимаю, Регина. Ты дурочка или святая? Ну, подожди, ну куда ты от меня, как от огня бежишь? Ну, прости меня, Регина. Прости, за что, Юра? За дуру или за то, что ты нашу жизнь разрушил? Ну, выслушай меня. Я тебя выслушаю. Но почему ты меня не слушал? Почему я меня не слушал, когда я так просила? Когда ждала тебя так? Ну, я теперь слушаю. Да это еще ужасней. Почему сейчас? Почему ты вообще пришел? Потому что тебя любовница бросила. Все, извините, Паша. Далеко не все, Регина. Далеко не все. Легла к нам на сохранение, затребовала отдельную палату. Оплатила только два дня, а теперь завтраками кормит. Мол, деньги ей принесут. А вы деньги принесли? Я сперва хочу с ней поговорить. Хорошо. Хорошо. Тебя прислал? Да. Я по поручению Юрия Петровича. А мне вот в больницу пришлось лечь. С ребенком проблемы. Про ребеночка можешь не плакаться. Мне неинтересно. Зачем тогда пришла? Денег принесла? Ну, ты и наглая. То есть, Юрий понял, что не он отец твоего ребенка. И, по сути, ты здесь от него скрываешься. И, кстати, правильно делаешь. Он не должен оплачивать твои капризы. Так что полежишь в общей палате. Или пусть реальный отец платит за ребеночка. Владу этот ребенок не нужен. Нужен был только для плана, как оказалось. Запоминай, повторять не буду. Квартиру можешь оставить себе. Юрий Петрович не сводит счеты с убогими. Но о нем, о Регине Андреевне, о денежной, какой-либо другой помощи можешь забыть навсегда. Других вариантов нет. Эй, успокойся. Колпакова, ты чего? Ребенка пожалей. Он мне не нужен. Заберите его. А раньше нужен был, коль дотянула до такого срока? Теперь никому не нужен. Я никому не нужна. Может быть, я отцу ребенка позвоню? Поговорит с тобой, мозги тебе вправит. Всем нужна она. Я ненавижу ее. Ну, думаю, еще несколько дней подготовительной терапии. И мужем назначать дату. Вам подходит начало месяца? Да мы-то что-ка скажете? Как Леня будет готов, ну и как будет готов донор. Я... А тебе это все не интересно? Нет. Просто я все поняла про сроки и прогнозы. Я хочу с детьми побыть. Тем более, там Мишка на громкой связи. О, замечательная семья. Справитесь. Обязательно справитесь с любой бедой. Я в этом даже не сомневаюсь. Так, ну-ка, разверните ко мне, Михаил Юрьевича. И давайте я к вам подсяду. Привет. Мам, привет. Ты что, плакать собралась? Я? Да ни за что. Я вас так всех люблю. И мы тебя любим. Да, мелкие? Слышишь, сам ты мелкий. А Ленька сейчас может Кощея без грима сыграть. Ну, это классно. Кощея ведь бессмертный. Ну, и семейка. Скучаю сильно. Так вы помирились? Что? Не сверили показания? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, скажем так, мы и зарыли топор войны. Мириться придется. Иначе я пользуюсь своим положением, буду вас шантажировать. Отец, возьми Регину за руку. Ну, давайте, давайте, ребята, веселее. Ай-вил-сурвайв. Вот договор. Давайте обсуждать оплату ваших услуг, как донора. Наживаться на беде с вашим сыном я не собираюсь. И деньги за донорство мне не нужны. Да, но где у нас гарантии? Гарантии, мое слово. И подписанный договор. Теперь другая тема, касающаяся вас обоих. И моих услуг, как адвоката Регины Андреевны. Я тут поднял данные об отношениях между Владиславом Трофимкиным и Викторией Колпаковой. А вас об этом просили? Я действовал как адвокат потерпевшей стороны. Юр, а ты ведь тоже пострадавшая сторона. Так вот, отношения у них давние. Несколько лет. Тут распечатка совместных снимков. В том числе с неоднократного отдыха за границей. Это Прага. Мы были там на соревнованиях с Тони. И Влад приезжал. Но я думала, он просто так сам приезжал. А вот данные, говорящие о том, что господин Трофимкин постоянно, скажем так, присваивал деньги со счета школы. Мало ему было этих денег, что я платил, он еще воровал. Речь идет об очень больших суммах. Думайте, либо заявлять в полицию, либо решать как-то иначе. Как же так, Тоня, Влад? Это что это? Ревность, зависть? Кстати, именно Трофимкину нужно было выставить вас, Регина, в невыгодном свете. И как часть его плана добиться вашего развода. Прости, я думала, это твой план. И обнуление вашего счета, Регина, это дело рук, тоже Трофимкина. Вам не следовало давать ему карту со своим пин-кодом. Он просто положил себе эти деньги в карман. Какой я был доверчивый идиот. Мне надо позвонить. Илья, спасибо тебе. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что не оставила меня сегодня одного. А девочки где? С Ниной гуляют. Выпить что-нибудь нальешь? Пей, пожалуйста. Знаешь, я все время думал, что это ты меня не слышишь. А на самом деле оказалось, что это я тебя не слышал. Выпьешь со мной? Нет, Юра. Я пойду. Я устала. Да. Можно? Выслушай меня, пожалуйста, Регина. Мне правда по делам, за, даже не знаю, как правильно это назвать, помутнение, что ли. Почему-то очень легко поверил Тоне насчет ребенка. Дурак старый. Уши развесил. Могу поздних отцов. Дети гений, сын, наследник, ну и все такое. Все, бросай Петя. Считай, что это новое правило этого дома. Бери себя в руки. Регина, а ведь правда же у нас кризис был. Это вся такая сильная, в спорте, отдельно. Ну, я тоже потом отдельно на принцип, что ли, пошел. Да не было у нас никакого кризиса, Юр. Ты же все прекрасно знаешь. Ох, Регина. Послушай, плохо мне. Плохо мне, Регина. Я все понимаю. Да, я виноват. Я во всем виноват. Прощаешь, правда? Девочка моя, родная моя. Юр. Юр. Юр, ты пьян. Нет, нет. Назови меня. Назови меня, Лавруша. Ну, пожалуйста. Ну, назови. Слушай, я с ума сойду, если не назовешь. Ну, иди ко мне. Ну, иди ко мне. Берегинка. Ну, что значит нет? Сломалась, понимаешь? Сломалась. Ждала, 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 ждала. Пока ты придешь, не знаю, скажешь прости. И все. Ну, так вот он же я. Я пришел. Я прощения прошу. Ну, что еще? Что? Не могу, Юра. Ты родной человек. Да безумие родной. Ну, когда я думаю о тебе как о мужчине, я сразу думаю о Тоне, понимаешь? Я сразу вспоминаю о том, что... Все, любимая, остановись. Спасибо тебе за честность. Тебе спасибо. Выговорилась. Регина. Всякая беда со временем проходит. Ты же сейчас плачешь. Значит, больно. Значит, не прошло еще. Давай попробуем еще раз. Значит, я тебя правильно понял, что мой брат, сбежавший несколько месяцев назад, увел со счетов моего банка крупную сумму? Такую? Шестью ноликами? А? Он это провернул еще до бегства. Обскрылась только сейчас. А почему стало известно только сейчас? Квартальный отчет, бухгалтер иначе... Что ты там лопочешь? Ты! Зам по экономической безопасности! Да ты такие вещи заранее чувствовать должен! Сказать тебе, каким местом! А не вскрывать, когда поздно! Я не для оправдания. Это же ваш брат, поэтому... Но Трофимкина уже ищут. Ну, удачи. Свистни, когда найдешь. Вдруг деньги вернутся? Уйди, уйди из глаз моих долой, а не то тебя сам в бега отправлю! Ах, недооценил я, гаденыш, недооценил! С аппетитом на чужие деньги, чужих баб у него все в порядке! Ну, как жизнь складывается, королева! Спасибо тебе, что стала моим поручителем банки! Я с мамой и девочкой мы съезжу на каникулах за город. Ты не возражаешь? Там бассейн хороший и много других развлечений для детей. Они очень хотят. Да, они все уши прожужжали. Конечно, поезжайте. А я как раз за Мишкой полечу. Ты так и не можешь меня простить? Мы что, так и будем жить по разным домам и делать вид? Я очень скучаю по нашей жизни, Юра. Но вернуть все назад мы уже не сможем. Ну что, значит, тогда мой адвокат свяжется с твоим по поводу развода? Детей ты сможешь видеть, когда захочешь. Они тебя очень любят. Спасибо. Регина. Андреевна. Регина Андреевна, извините, ради бога, но вам уже пятый раз звонят и номер не наш. Спасибо. Алло. Да, это я. Что? Что с ним? Как упал? Как? Конечно, конечно, мы вылетаем. Конечно. Мишка. Мишка упал с какой-то большой высоты. Надо лететь, Юр. Ты извини, что я с тобой не пошел. С моим английским я все испортил. Да и руки дрожат, как у алкаша. Но у Мишка лес на какой-то объект. То ли башня, то ли вышка. Зачем лес? Селфи сделать, представляешь? Это у них что-то вроде соревнования, кто круче. Ну вот, залез выше всех. Оступился. Теперь повреждена шея и позвоночник. Я ведь хотела его раньше собрать, Юр. Теперь придется в аналитном кресле ездить. По крайней мере, первое время. Юр. Это я во всем виноват. Я вас предал и... И вот так нам все аукнулось. Я убить себя готов. Но он выжил. Он же выжил, это самое главное. И врачи говорят, там позитивная динамика, и что он поправится обязательно. Мы очень нужны сейчас нашим детям. И маме твоей. Юр, и Влада прости, тебе станет легче. Регина, ты это сейчас серьезно? Я это сейчас серьезно. Я простила, и мне стало легче. Юрка, и ты попробуй. Да. Вообще, где он сейчас? Не знаю. Скрывается где-то. Но ничего, деньги закончатся, вернется братец. И за все мне ответит. Мишка увидим! Мишка! 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 Тихо, 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 тихо. Четки осторожно. Ну чего, привет, братишка. Здорово. Привет. И кто теперь на Кощея похож? А? Все равно, Ленька, ты больше похож. А еще теперь каракатица какая-то. Ай, Мишка, вдвоем выздоравливать все равно веселее. Правда? Ты еще меня обгонишь. Ну ты уже вообще красава. Так, мелкий, а ну не липните. Дайте, я повезу. Хороших мы с тобой детей воспитали, Регина. И семья у нас хорошая была. Почему была? Есть. Ты объяснишь Азику его новые задачи. Я пригнал машину, как вы просили. Туда кресло целиком прямо уходит. Да. Мишку будешь на ней возить. Ему теперь помощь понадобится. Спасибо вам за работу. Регину. Регину, благодари. Это она попросила тебе помочь. Не злопамятная она. Да. Девчонки, диагональ разваливается. Лара, спина. Лана и Юля, отстаете по темпу. Девчонки, нас в таком виде не пустят дальше в квалификации. Давайте еще разок. Регина. Илья приехал. Так, что бы ни происходило, заканчиваем номер. Не отвлекаемся. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Вы к нам с новостями? Ну, как обычно. Леня все уши про вас проружжал. Мы с ним сейчас частенько видимся. Ну, это замечательно. Вы теперь как родственники. Но сегодня я по вопросу Тони Колпаковой. А что Тоня? Дело в том, что она продала квартиру, которую ей подарил ваш муж. И бросила ребенка, недоношенного в роддоме. На днях родила. Подождите, там же шести месяцев не было. Ну, Тоня что-то намудрилась со сроками. Девочка семимесячная, в тяжелейшем состоянии. Ой, Господи, какая же она дурочка. Тоню надо непременно найти, чтобы она не испортила жизнь ни себе, ни ребенку. Абсолютно согласен. А если Тоню все-таки не найдут, я бы хотела забрать девочку к себе на время. Это можно оформить? Простите, Регина, но разве у вас мало сейчас тех, кто нуждается в вашей заботе? Считаете меня безумной, да? Один сын пережил рак, другой обездвижен, сама в процессе развода и еще и больного ребенка хочет взять, да? Примерно так. Знаете, Илья, дети для меня такая радость. Мне очень жаль, что Влад и Тоня не понимают этого. А то, что девочка так борется, то, что она родилась вопреки всему, ну, в этом же такой смысл. Это что-то такое важное. Знаете, ведь я тоже мечтаю о детях. Я развелся только потому, что жена не хотела иметь детей. Вы прекрасный человек, Илья. У вас все будет хорошо. Просто это была не ваша женщина. Мишка, давай не филонь. Я Регине обещал, что прослежу за тобой. Давай, давай, еще два подхода. Вот мать хитрая, знаешь, что я тебя послать не могу. Значит, делай давай, а не болтай. Лайн! Леня! Привет! Лень, сюрприз, это к тебе. Откуда она адрес узнала? Это же твоя девушка, правильно? Я ей на фейсбуке ответил, она тебя искала. Охренеть, кому из нас тридцатник? Элиза, привет. Ленька сильно обрадовался. Он сейчас ретерн. Я понимаю язык. Моя бабушка отсюда. Бабушка. Да. А ты Миша, верно? Ой, прости, я не знала. Ну чего, это маленький биг трабл. Говорят, что пройдет. Привет. Здравствуйте. Спасибо. У меня десять минут, нужно успеть на тренировку. Ты с новостями от Юры? Чай? Да, пожалуйста. Скорее я тебя. Влад Трофимкин сбежал из страны. Он увел со счетов банка очень большую сумму. И теперь его ищут. Юрий Петрович очень сильно рассержен. И я боюсь, что он захочет отомстить. Но не рамок закона. Скажи, пожалуйста, а почему Юра не общается со мной? Напрямую? Он чувствует себя ненужным. Ни вам, ни детям. Регина Андреевна, скажите честно. Вам ведь не нужен Юрий? Ты меня спрашиваешь или убеждаешь? Я за него так переживаю, потому что... Потому что люблю его. Глупо это отрицать, но если вы скажете, что... Наташ, остановись. Мы с Юрой не будем вместе. Поэтому я на самом деле очень рада, что рядом с ним сейчас ты. Если есть хоть какой-то шанс восстановить ваш брак, я сделаю все возможное, чтобы это случилось. Только бы он не мучился. Спасибо тебе, Наташа. Я спокойна. С тобой на надежных руках. Миша помог тебе найти Леню, и ты вот так вот сорвалась? Сорва-лась? А, да, я сразу ехала. Леня просто исчез. Ну, похоже на него. Он не хотел, чтобы все знали о его болезни. Он долго будет прятаться. Я хочу сказать ему это в лицо. He's stupid. Ду-ра-чина. Ду-ра-чина. Это можно и пожестче. Ты знаешь, мы столько с Леней говорили об этом. Он очень любит тебя и не хотел ранить. Время, двое цветик. Время, пожалуйста. ты самый большой идиот и всех кого я знаю зачем ты скрывал зачем прятался я бы все равно тебя нашла юрий петрович я хочу поблагодарить вас за то что вы так хорошо отнеслись к эдику снова дали ему работу мы с ним сейчас вместе ладно же он не тяни если что-то случилось говори я помогу нет я не про нас я пришла поговорить о регине у нее есть влиятельный друг ну вы знаете на генерал бондарь да так вот его люди нашли тоню и влада где-то в англии поэтому туда так часто летал якобы решая мишины проблемы на самом деле он решал свои дела адрес знаешь сколько стоит эта информация юрий петрович я не из-за денег зачем тогда я это делаю только ради регины то не оставила своего ребенка в роддоме регина извелась она пытается с ней поговорить как то ее образумить но у нее ничего не получается может у вас получится с ней договориться пусть перезвонить реки не вот то тебе кто-то уже пятый раз по skype звонит вот опять тони тони как хорошо что ты вышла на связь тебе передали что я хотел поговорить с тобой насчет твоей малышки я не поэтому звоню нас с владом нашли это люди юрий они нам угрожают тони ты наверное знаешь что влад украл деньги не только у меня но и у юрия очень большие деньги и что вы обеднели сильно тони это не разговор влад должен вернуть деньги иначе никак иначе что иначе его убьют тони не говори чушь давай поговорим про твою малышку я вам сказала она мне не нужна тогда ты должна подписать отказ без этого ее даже невозможно отдать на удочерение почему вам это так интересно вы собрались ее удочерять может быть и я но это должно быть оформлено с твоей стороны тебе нужно подумать нет можем решить все сейчас я подпишу заявление об отказе при одном условии что вы простите долг влада это в латом пускай выйдет к экрану пусть не прячется я все сказала простить долг влада иначе никак я рад что наконец-то мы сегодня собрались и все в добром здравии а то знаете всякие разводы бывают и супругам достается их адвокатам я ничего не путаю это новый вариант соглашения регина андреевна ваш да мой новый изучайте если будут вопросы готова пояснить у меня есть вопросы регина андреевна можем с вами выйти на несколько слов да конечно регина вы понимаете что таких вещах нужно предупреждать своего адвоката понимаю простите илья я знала что будете отговаривать конечно буду регина вы хоть понимаете что творить это не мировое соглашение меня устраивает да вы сами себя грабите подписывай договор супруга вы понимаете что вы теряете до 70 процентов того что могли бы иметь вы ваши дети я так решила мне хватит этих денег я не понимаю илья я не хочу расставаться врагами юрий благородный человек он не оставит ни бывшую жену ни детей так что есть еще какая-то причина остаться друзьями после развода я кажется понимаю сумма от которой вы отказались равно сумме которую украл трофимкин следовательно вы хотите погасить долг влада ничего от вас не скроешь и я да я так решила а вы как мой адвокат должны помочь мне грамотно переоформить договор с юрой как скажете пойдемте регина андреевна я обязан вас спросить вы уверены в своем решении обратно отыграть мы уже не сможем уверена если юрий петрович согласен на мои условия нет мне не нужны эти жертвы с долгами своего сумасшедшего братца как-нибудь сам разберусь подписываем предыдущий вариант соглашения это благородное решение да еще вот тут есть дополнительное соглашение где я гарантирую ежемесячные выплаты на всех детей соглашение достигнуто теперь подписываем ну что регина будем весело отмечать окончание измотавшего всех процесса или грустно подводить итоги зачем же грустно подводить итоги вот вырастим детей тогда и будем подводить тогда за тебя столько лет с тобой прожил а так и не понял тебя до конца я слышал ты принимаешь участие в судьбе тониной девочки на но зачем я вряд ли пойму как это почему-то решила помочь владу несмотря на то что он сделал но мне нужны документы от тони ее отказ от девочки ну а девочка тебе зачем но она же нам не чужая юр ну и вообще чтобы не было кармических долгов в моей новой жизни так что за окончание нашей личной истории юрк мы всегда будем родными лайн это же просто про воде не так проводы или ты хотел сказать смотри да как наша свадьба стол и гости лизонька на свадьбу я вряд ли доеду поэтому считайте что мы вас поздравим тут и сейчас совет вам до любого ребятки берегите друг друга и в любви и в радости па ну что за тосты такие помпезные бабушка говорите да нет я уже все сказала за вас ребятки ну а сейчас мы с мишей для лени его невесты приготовили сюрприз мишенька мои бабушки так мы пришли провожать леню поэтому в прямом смысле мы мы идем давай 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 Региночка Юра Леня ну поддержите нас силы аплодисменты мне моя красавица ты моя красавица ты моя красавица мишенька это же бабушка она меня составляла я знаю да даже не роб друга составляли смотри сынок ошибок моих не повторяю отличный выбор что за сырость я должна у вас проситься на несколько дней может быть на большее я не знаю а я а я не могу не могу бросить вас тем более после развода и я не поехала к маме когда я когда ей стало плохо вам здесь а сейчас а сейчас ей стало хуже и и я должна поехать понимаете должна ты ради меня шла на такие жертвы я действительно ничего не замечал я правда не могу без тебя мы поедем к твоей маме вместе трепет не а а а и о где калпакову В реанимацию увезли. Как в реанимацию? Что с ней? Илья, Илья, Дашеньке плохо. Ее увезли в реанимацию. Там что-то или с аппаратом легких, или что-то, я не знаю. Тихо, успокойся, пожалуйста. Новый аппарат уже повезли в реанимацию. Кардиолог уже на подъезде. Все было хорошо. Успокойся, а то тебе самую помощь потребуется. Тихо. Фух. Значит, ты ей уже имя придумала? Дарья. Дар. Хороший выбор. Как она? Кардиолог назначил дату операции. Сказал, что у нее очень высокие шансы на полное выздоровление. Послушай, а как ты узнал, что ей стало хуже, что аппарат сломался? Я, помимо основной работы, еще волонтером работаю в одном благотворительном фонде. Помогаем отказникам. Ты об этом никогда ничего не говорил? Если ты захочешь узнать больше, я расскажу о себе больше. Да, я хочу знать о тебе все. Кстати, у меня для тебя еще есть очень хорошая новость. Тоня Колпакова утром прислала заверенное разрешение на удочерение Даши. У нас все готово. Мы можем запускать процесс удочерения. Я... Ты... Спасибо тебе. Спасибо тебе, Господи. Спасибо тебе от меня, от моей Даши. Спасибо тебе, Илюш, большое. Спасибо. 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 Я знаю, как я сейчас выгляжу. Самый желанный и самый красивый. Ты неприличный и счастливый. А что, счастье бывает неприличным? Угу. Илюш, спасибо, что ты мне еще одну дочку подарил. А может, нам подарил? А что, если у нас теперь все будет на двоих? Ну, знаешь, как говорят? И беды о радости. А я согласна. Дашенька, познакомься. Это Леня. И его жена Лиза. Она классная. Все ты правильно сделала. Да, Дашка у нас боец. С характером таким. Перенесла две тяжелые операции. Сейчас растем врачам на радость, на удивление. А Мишка как? Девчонки не ревнуют? Какой ревнуют? В срок ее не спускают. Вон Мишка говорит. Слава Богу, что у тебя есть, Дашка. А то ты меня своей любовью замучила. Представляешь? Накройте. Девчонки хотят из нее сделать чемпионку мира по гимнастике. Да. Спорят, кто будет тренировать ее. Ну, как там вы? Да, отлично. Отец приезжал в гости. С личным секретарем. Выглядит неплохо. Вот и порадуйся за него. За них с Наташей. А я радуюсь, королева. За всех нас радуюсь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!